всем привет привет сегодня нас с вами болталка наконец-то уже давно очень с вами болтала много интересного в жизни моей уже произошло сегодня мы с вами пополтаем обо всем что происходит в моей жизни сегодня смотрите такая нарядная сегодня снова свои красивые такой вот кофточки хотя честно говоря на улице у нее так ни разу и не вышла за последние три года как я ее купила вот как видите я дома одна тишина дима нету спросите наташ где дима дима у нас пошел снова в садик но сегодня вернее в этом году у нас с вами вторая попытка ходить в садик то есть прошлом году начинал у меня ходить в садик и потом мы заболели мы на ней где-то 15 только отходили то неполных то есть там вот по два часа потом по три часа то есть вот эта адаптация я не знаю это сейчас сижу и думаю это просто какой-то кошмар вот в этом году мы уже не стали всего этой ерундой заниматься ребенок просто пошел до обеда то есть он там завтракал он там обедал и потом я его забирала вот два дня уходил вот так вот сегодня вот третий день он остается на сон и полдник у меня если все хорошо конечно будет если он захочет там поспать вот если он ляжет вернее спать если он не ляжет спать то мне позвонят я его заберу не знаю но я надеюсь что что спать ляжет потому что честно говоря оставить ребенка там на два часа или на три часа это очень мало для мамы допустим она пойдет сходить в магазин принесет сумку домой и считаю же за ребенком идти то есть ничего не успеваешь что такое два часа городе тем более это ничего ну деревне тоже мне кажется пока доползешь до магазина вот а именно до обеда вот оставаться но это уже принципе найти вот вчера я довольно много чего успела успел сделать три обзора вчера а сделать варенье начать делать прибра ада чуть-чуть прибраться я убралась чуть-чуть то есть позавчера я тоже там часа на 3 что сколько он там 7 30 где отправила 8 9 10 а подождите 11 12 12 13 5 часов что хотя кстати 5 часов это много 4 часа наверное я думаю часа 4 да наверное то есть позавчера я тоже много я даже отдохнуть успела там поковыряться дома я убралась шкафу купе я убралась на балконе у меня еще осталось время там целых часа-два наверно полежать то есть вот так вот вот вчера был более насыщенный день прям лет я так для даже устала я устала прилегла и понятно что мне надо уже срочно выходить за ребенком у меня сил нету ноги гудят просто ну пока там постоял сделал несколько обзоров там на продукты она там вы все попозже вот то есть но адаптация все-таки должно быть на место там на два часа приводишь потом уже до обеда чтобы ребенок там пообил потому что это на самом деле удобно не надо мыть посуду не надо готовить то есть ребенок пообил я домой прихожу его укладываю спать или там мы с ним поиграем по болтам спать потом просыпается полник яблочко например какой-нибудь и вы готовите только ужин а если он когда будет ходить на полный день я надеюсь что этот день когда-нибудь уже настанет и он перестанет болеть вот то это будет очень круто вы приводите домой ребенка он уже сытый поиграете с ним там помоете его и спать утра на садик опять то есть это классно все-таки адаптация мне кажется должна быть вот такая да кстати сижу я в своей комнате это мой мое кресло необычное вам скоро покажу обои там смотреть какие обои у меня кстати в комнате два вида обоев если помните у нас в квартире был ремонт ремонт я вам еще не показала его ролика еще пока не было мы ждем стол у меня здесь видите старый стол кухонный стоит потому что мы свой стол я продала и должен приехать новый стол заказали уже стол угловой такой хороший как я люблю потому что ну то что вот стоит вот здесь вот видите да маленький стол как это неудобно это вообще-то что-то я даже пописать не могу мне там место просто нет компьютер все занимает и мы не могли мне неудобно нереально неудобно мне всегда были столы большие с мамой мы жили с родители у меня было угловой стол он был большой то есть там было с одной стороны 120 сантиметров и с другой стороны 120 сантиметров с одной стороны компьютер стоял с другой стороны я работала огромный 100 и то есть вот в ширину 80 по моему то есть но огромный прям стол про мне хватало прям вообще был класс сюда я тоже такой же хотел бы хотела но чуть-чуть будет другое увидите стол приедет и я тогда сделаю обзор на всю квартиру ремонт какое мы купили мебель то есть вот это вот кресло новое мне его не было но новенькая вот может быть даже цены расскажу но еще убираюсь правда еще чуть-чуть коробки еще там частями завалы завалы но я убираюсь кстати нас приехала соседка опять которые таким с прибабахом вот мы с утра с ребенком выходили у нее есть отдельный ролик какие она нам доставляет проблемы такие блин если у нее психические проблемы почему мы должны страдать и у меня зима вышел стоял спокойно смотрел меня дверь была открыта квартиру и потом я выхожу заглядываю эту квартиру а там блин что там находится там кошмар там короче стол большой стол он завален значит бумагами и файлами ну видимо от бумаги когда высовываешь из файла файл кладешь да и рядышком это вот так вот просто вот все все завалено если еще там наверно с месяца два назад я помню заглянула или три месяца назад там было чуть-чуть ну еще можно было как-то разобрать что какой документ где-то сейчас просто вот так все завалено сбоку короче эти файлы то есть вот эти документы на столе которые на вами начинают падать рядом стоит пуфик и на пуфике ну видно что с пуфика они уже падали и она так как сгребла как-то там непонятно положил на этот пуфик так это ну и даже не придавая там просто такая вот куча которая мне кажется если вот подойти до дунуть то она просто улетит эти файлы просто разносятся по всей комнате кошмар просто я за я увидела я знаете вот я проснулась с хорошим настроением думаю сейчас ребенка отведу в садик думаю и что нибудь чем-нибудь интересным займусь думаю чего-нибудь надо интересненькое сегодня ну чё просто готова собираться все прям такое настроение было открываю дверь в коридор и у нее дверь открытая это более думаю соседка приехал ну все сейчас какая-нибудь проблема поэтому чем-то нет там на окне сидит что-нибудь у нее там на стенке появилась странная там пятнышко мы виноваты хотя там в ее квартиру не заходим ничего там каким-то образом наколдовали там я не знаю диван танцующий как обычно это у нее бывает думаю все ну нет она не вышла там она спряталась видимо и так заглянула квартиру там все навалено все стоит а настроение да и конечно же мне настроение сразу упало я не люблю вот эту вот заваленность когда навалено когда у стол есть завален как настроение сразу это плохое становится мне нравится вот так какие-то сумки навалено все кругом завалено какие-то коробки что-то прям вообще там столько много всего вот взять вот это все просто и выбросить правда я не люблю когда на полу много всего стоит хотя свекровь говорит что у меня там прям куча хлама что вот она не знаю как кстати у меня свекровь видит хлам мне непонятно до сих пор прошлый раз они здесь отдыхали она у меня на стенке то есть у меня кстати с этой стороны уже стоит стенка мы заказали привезли но я часть вложила в стенку где-то там поубирался где-то нет то есть ну частично она пустая и она каким-то образом на стенке на шкафу у меня увидела коробку вот честно вот я сейчас смотрю на стенку я не вижу коробки я там нет я не клала никакую коробку туда и это мне она увидела она говорит наташу тебя на стенке лежит коробка это очень некрасиво зачем ты ее туда положила я не вижу коробку во-первых стенка довольно высокая то есть шкаф у меня высокий метра два наверное то есть у меня рост гораздо меньше я просто до туда не дотянусь это во первых во вторых я ничего не хочу чтобы у меня лежало сверху на шкафу у них это принято у меня это нет я так не люблю когда мне сверху что-то лежит и в третьих туда просто коробку не положь потому что шкаф настолько высокий ну и уже потолок то есть там надо если подбирать коробку это надо подбирать реально как бы я так не хочу я думала кстати на шкаф поставить какой-нибудь цветок такой искусственный цветок который вот свисать я люблю когда свисает это очень красиво вот ну не знаю мне кажется наверное когда-нибудь может а может и нет вот то есть так вот у нас прям с вами тема улетела куда-то 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 с одного места на другой немножко я уже охрипла за утро не поболтала еще ни с кем вот ну дима кстати адаптация в этот раз конечно дима гораздо лучше ходит то есть помните в прошлом году он просто бегал он носился прыгал по столам спрыгивал со столов и ничего с ним было нельзя сделать говоришь там дима нельзя он просто не понимал но и там конечно воспитательница более молодая 2 еще моложе и не просто не знаю что с ним делать в этот раз он пришел уже подрос уже так стесняется побаивается причем там две воспитательницы другие мы сейчас пока временно находимся другой группе пока наши воспитательницы в отпуске вот и они уже такие боли со стажем такие более взрослые одна такая красивая пухленькая такая он ее побаивается видно что он побаивается так как то и и так она видимо на добрая на лицо на видимо строгая такая а вторая видно что строгая но такая похуде и он вчера вот пришел зашел наш такой идет посмотрел и раз у него глаза такие хитрые стали так на меня взглянул все думаю сейчас что-то на испихнет и воспитательница увидела что у него глаза хитрые она видимо уже знает а так дима подойти к окошку а зачем подойти подойти дошел возьми краски прессу бери-бери-бери и все он сел там так подвинулся в уголочек сел еще два мальчика были услышали что там краски открыли тоже подошли его там зажали в этом уголочке все они сели рисовать и я думаю надо же какой у нее хороший стаж то есть она знает что надо делать что ребенка надо отвлечь чтобы он не начал хулиганить а там конечно ничего толком не знают и он конечно начал хулиганить там за ним бегают дима не надо не надо дима ему это еще больше нравится он там визжит от радости еще конечно больше хулиганин вчера кстати мы с ним вышли из садика дверь была открыта он поправил свои сандали и прямо из самого садика как сиганул как побежал через весь садик вообще блин я так переволновалась начал вроде думал она пусть бежит а потом там так получается садик и так бугороку так вниз как вот вниз так бугорок и там забор я поняла вдруг у с этого бугорка упадет спотыкнется головой удариться об этот забор ну там было будет ровно поверхность там лан пускай бежит на здоровье вот ну вот так думаю я за ним побежала там еще асфальт такой бугристый старый неровный думал сейчас он упадет а он от меня бежит бежит это визита миссия догонялки догонялки еле поймала найти за ним бегу и понимает что я не могу его поймать он от меня убегает я думаю бегу про себя этом слава богу нет там дороги потому что если там была дорога ехала машина она может сбить ребенка не за это кошмар просто вот по улице идешь дума надо крепко держать руку не дай бог он сиганет причем он там отдыхал недавно с бабушкой с моей свекрови да они приезжали вы знаете то есть до их приезда он был скромный спокойный то есть там на улице его отпустишь он шел спокойно то есть все он не убегал то есть у нас был дома было идеально то есть он дома спокойно ходил тишина спокойствие то есть все после их него приезды не знает это кошмар он неуправляемый был просто говоришь зима нельзя он все делает у нас даже начинались 40 каждый день что-то не так там вот то то он на меня там нападает с кулаками то он там это причем на эти самое интересное то есть свекровь они для них это норма если ребенок на них нападает с кулаками начинает их избивать для них это норма они подыгрывают ему яй-яй-яй как мне больно ой-яй-яй-яй-яй бизжат там все то есть ребенка это нравится его это еще больше провоцируют и он чаще начинает подходить ее бить кулаками то есть ей это нравится я не знала честно что это за воспитание такое. И она говорит, что это правильно, что надо воспитывать вот так ребенка. То есть он может подойти, допустим, у нее бросить вот так тапочком. Она визжит, ей это нравится. Он может подойти у нее плюнуть. Ей это тоже нравится. То есть она ему в ответ там или... Блин, я не знаю, но напишите мне в комментариях, вот так вот надо воспитывать ребенка, чтобы он на вас напрыгивал с кулаками, набрасывался. Причем он там... То есть она стоит... Я приходила к нему в гости, в середине недели мы стоим с ней разговаривать, он просто подходит и начинает ее кулаками колотить. Просто бьет. Неожиданно. Причем ничего не произошло. Ребенок сидел и играл, встал, пошел, побил бабушку и вернулся обратно играть. И я вообще такая стою в шоке. Я говорю, Дима, не надо так делать. А его еще больше, он еще больше ее бьет. А ей нравится. Она... Ой, хи-хи-хи-хи. Ой, Дима, Дима. Там вот, блин. И знаю, я не понимаю такое воспитание. Вот честно, я не понимаю. Конечно, я вернулась домой. Поначалу было более-менее. А потом он на меня тоже начал нападать кулаками. И при этом он бьет реально очень больно. У меня даже... По животу меня ударило. У меня даже начало болеть в районе пупка, где у меня уже не болело многие годы. То есть, ну, в принципе, там особо не болело. В детстве, я помню, была боль. То есть там у меня грыжа. Операция была в детстве. Я помню, что в детстве у меня в этом месте болело. Я вспомнила эту боль. И он ударил, у меня заболело снова. То есть он мальчик, он сильный же. Да, он сильный. И, конечно же, он ударил сильно. Не знаю, напишите в комментариях. Так надо воспитывать детей, чтобы дети вас били. Пока ему 4 года. Кидались тапочками, плевали в родителя. А потом что будет? Он привыкнет, мне кажется. И навряд ли. Ну, конечно, может быть, конечно, когда будет уже совсем взрослый, поймет. Но мне кажется, подросток. Бывают проблемы с подростком. Я видела даже где-то передача. Есть какая-то передача на телевизоре, по-моему, даже украинская. Там показывают как раз вот эти вот семьи. Там была женщина. От нее муж ушел по каким-то там причинам. И она осталась одна с двумя детьми. Два мальчика, лет где-то 13-14-15. Два близнеца. Вот. Она рассказывает, вот у нас там с одним проблемой, он меня избивает. А другой ласковый. Я думаю, как так? Сын избивает маму. Думаю, блин, какой кошмар. Я сначала думала, блин, какой сын плохой. Думаю, надо же, маму избивать. А потом уже, когда зашли более глубоко, получается, что мама избивает ребенка. И ребенок просто отбивается от мамы, избивая ее. Он просто пытается отбиться от нее. А другого она обнимает, целует. И он ее обнимает, целует. То есть, понимаете, какая получается фигня. Вот. И, конечно, вот этот сын, который избивает маму, он говорит, у меня вот с папой проблем нет. У папы добрый, хороший, все. Он меня понимает. Мама постоянно приходит домой, говорит, я домой прихожу. И мама просто сразу начинает избивать. Говорит, я просто отбиваюсь от нее. И все. Я не сам налетаю, а просто отбиваюсь. То есть, понимаете, вот это вот. Не знаю. Вот я постоянно вот этот момент вспоминаю. А тут у меня ребенок налетает. Ну, конечно, да. Надо все-таки, наверное, чтобы со свекровью ребенок общался меньше. Потому что после их приезда у меня ребенок кардинально меняется. И чтобы он стал опять вот таким, как был со мной, должен пройти месяц, полтора, два. То есть, в прошлом году вот месяц проходил после летнего отдыха со свекровью. Ну, конечно, ему все дозволено, ему все можно. Но я не знаю, откуда у него берутся всякие идеи. Допустим, дали ему фломастер. У нас фломастером было разрисовано все. До сих пор у нас разрисован телевизор. Частично я отмыла, но вот так вот смотришь, не видно. А когда включаешь телевизор, видно, где он разрисован. Стенка моя была разрисована. Двери разрисованы. Там в комнате ребенка тоже разрисовано все. На обоих даже нарисовано фломастером. Фломастером, ручкой. То есть, ему дали фломастер, и они просто любили отдыхать. А ребенок сделал все, что захотел. Притом, самое интересное, у нас ремонт. Сделан ремонт. Кстати, ремонт сделан не за их счет, а за счет моих родителей. То есть, вот это вот самое обидное. То, что вот новенький ремонт, и у нас уже обои там в комнате детской частично разрисованы. Потому что они не хотели смотреть за ребенком. Это обидно, кстати. Это очень сильно обидно. Потому что обои очень сильно дорогие. То есть, мы покупали сразу хорошие обои, дорогие. Но, в принципе, они все дорогие обои. То есть, ну, не бумажные какие-то там. То есть, ну, бумажный смысл. По-моему, даже не знаю. Потому что они, кстати, и... Наверное, даже они, может, и моющиеся, не знаю. Вот, то есть, хорошие. Ой, у меня батарейка садится. Мы с вами сколько пор болтали-то? 20 минут мы с вами поболтали. Вообще, прям обо всем, обо всем. Немножко я подохрипла. С утра бывает, я немножко охрипаю. Не знаю, что вам нравится мой прекрасный голосочек. Вот, сейчас я, наверное... Кстати, у нас сегодня пасмурно. Мы долго с Димой выбирали, что одеть. Потому что очень пасмурно. И сегодня я, наверное, не хочу сидеть, короче, дома. Сейчас чуть-чуть погодя, я пойду гулять. Хочу пойти в светофор. Посмотреть, что там продается. У нас рядом с домом открылся, наконец-то, светофор. Потому что я недавно была, там был завал такой сильный. Все очень завалено. И сегодня я хочу еще раз туда пойти прогуляться, посмотреть. Может, что-то купить, может быть, нет. Продуктов у нас куча. Дима теперь не ест дома. Я одна здесь, я тоже уже перестаю есть. Так я хоть с ребенком ела, а так одна я забываю о том, что нужно поесть. Я бы, конечно, честно говоря, порисовала. Но вот этот стол, я не могу на нем рисовать. Но мой стол уже должен приехать в ближайшие, наверное, уже на этой неделе. Поэтому вы скоро-скоро-скоро все увидите. Мой ремонт, увидите мою стенку. Она шикарная. Она очень-очень красивая. Мы очень долго выбирали, искали стенку. Оказалось, выбрать стенку, это очень сложно. Это оказалось очень-очень сложно. На эту тему будет отдельный ролик. Поэтому оставайтесь вместе со мной. Подписывайтесь. Кто не подписан, ставьте лайки. Пишите комментарии. Вместе со мной общайтесь, пожалуйста. Пишите комментарии. Мне будет это очень интересно. И я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. С вами был канал Артмания. И лайки-лайки-лайки-лайки.